Друзья, добрый день, с вами Ольга. В зимнее время, когда не хватает общения с садом, с цветами, растениями, мы, конечно, рады уделить внимание нашим комнатным зеленым жителям. В моем саду есть альпинарии, ракарии, каменистые островки, где уютно примастились и хвойные растения, и также небольшая часть лиственных деревьев и кустарников. И пока нет возможности реализовывать свои идеи и творческие планы в саду, я предлагаю вам поучаствовать в создании миниатюрного каменистого палисадника только в домашних условиях. Основой ландшафта такой композиции тоже будут камни. Но так как зимой мы живем не на даче, а в городе, то несколько камней мне придется приобрести в магазине. Так что перед тем, как приступить к творческому процессу, приглашаю вас ненадолго посетить интересный магазин, который называется Аква Интерио. Это большой гипермаркет аквариумов и прудов. Здесь можно не только полюбоваться подводным миром и его обитателями, но и приобрести всевозможный товар, связанный с аквариумистикой. Для творческой работы меня интересуют здесь природные камни, какой-нибудь необычной формы. Так что пойдемте посмотрим. Итак, вот это рифовые камни. Они отломаны от настоящего рифа и имеют вот такую пористую структуру. Их можно также назвать окаменевшими кораллами. Они имеют на поверхности многочисленные дырочки, щели и вот такие трещинки. А так выглядят кусочки остывшей вулканической лавы. Ее еще называют базальтом. Когда-то газовые пузырьки оставили на ее поверхности пустоты. И такой пористый материал превратился в пемзу. Он бывает разных цветов. И красный, и черный, и коричневый. Где преобладают всевозможные оттенки. Так выглядит камень дракона. Или его еще называют кожей дракона. Это куски окаменевшей закаленной глины. И первоначально такой камень добывали в Японии. Внешний вид, конечно, у него очень необычный. Его вот отверстие смотрят в одну сторону. А сам камень напоминает скалу, покрытую чешуйками дракона. Еще очень необычный камень. Называется он кенийский или занзибар. Вот он такой светый с отверстиями. И, конечно, прекрасно подойдет для сада камней, бонсаев. И для оформления домашних кусочков природы. А вообще, глядя на форму вот этого белого камня, напоминающего скалу, я почему-то вспомнила наше путешествие по северу Франции. И такое живописное местечко, которое называлось и Третто. Там были белые прибрежные алебастровые скалы, тоже с причудливыми арками и гротами. Ну, это так, маленькое отступление. Что ж, друзья, я определилась с выбором камней. Так что можно возвращаться домой и приступать к творческой работе. У меня есть немного композиций, где я использовала морские элементы декора, такие как ракушки, камни. Их можно также сочетать с небольшими компактными растениями, кактусами или суккулентами. У меня есть пложки из шамотной глины и еще вот такие керамические с камнями. Они в виде скалы. Ну, я думаю, что хорошо они подойдут для бонсая. Так, есть вот такие побольше, поменьше. Ну, я остановила свой выбор на этих двух глиняных и невысоких. Но прежде чем начнем создавать в них ландшафт, я немножко хочу рассказать о видах грунта и некоторых природных материалах, которые можно использовать при посадке небольших суккулентных растений. Это хорошо всем известный керамзит. Он считается экологически чистым материалом и изготавливается из глины и сланца путем обжига. Легкий такой, пористый, впитывает влагу. И в садоводстве обычно мы его используем в качестве дренажа. Ну, бывает как крупной, так и мелкой фракции. Здесь у меня небольшие кусочки лавы. Это минерал вулканического происхождения. Камень также является разрыхляющим и влагоудерживающим. Это тоже лава или вулканическая пенза. Вот такие пористые обломки горной породы. Она легкая и отличается по цвету в зависимости от состава минералов. Еще одна горная стеклопорода, которая имеет также вулканическое происхождение. Это вспененный перлит. Он в виде таких белых твердых зернышек. Также хорошо впитывает влагу и потом постепенно ее отдает. Вермикулит также создает оптимальную влажную среду для развития корневой системы. Имеет такую слоистую структуру в виде мелких пластиночек золотистого цвета. Это японский грунт Кирио. Я купила его для бонсай. Он вообще используется для сосен и других хвойных растений. Такая специальная спекшаяся глина двойного обжига, который не теряет форму при намокании. Хочу обратить ваше внимание на один очень хороший готовый грунт. Называется Ceramis. Производитель немецкая фирма. У нее красноватые гранулы на основе обожженной шамотной глины. И еще входит в состав лава. Она такого серого цвета. Такой грунт очень хорошо сохраняет водный баланс. Также при составлении грунта хорошо очень добавляет циолит. Это тоже минерал вулканического происхождения. Он выглядит как мелкие острые камешки такого белого цвета. В общем, это идеальная добавка грунту и очень хорош как минеральное удобрение. И также для улучшения структуры почвы можно применить обычный песок, только не технический. В общем, друзья, все эти природные породы, грунты и разные минералы можно смешивать между собой. Они только сделают почву рыхлой, легкой и воздухопроницаемой. Для оформления я приготовила кенийские камни Занзибар. Мне они понравились по цвету и по форме. Имеют вот такие большие отверстия. И напоминают интересные арки или гроты. У меня есть несколько идей и вариантов, как можно обыграть вот эту удивительную форму этих камней среди растений. Также этот рифовый камень можно использовать в виде высокой скалы. Сейчас приготовим субстрат для растений. Пригодится грунт Серамис. Он хорошего качества, чистый. А у циолита я вижу осадок. С помощью садового сита у него есть разные насадки. Крупная сетка, средняя и мелкая. Я просею циолит. Теперь он чистый. Добавлю к нему мелкий керамзит. Вообще при составлении грунта четких пропорций нет. Я смотрю визуально на соотношение. Также есть готовый грунт для кактусов и суккулентов, но в его состав входит торф и совсем немного перлита. В такой почвосмеси растения будут чувствовать себя не совсем комфортно. Ведь большая часть таких растений растут в засушливых странах, где почвы бедные и неплодородные. Единственное, можно добавить этого грунта совсем чуть-чуть, так как в его состав входят питательные вещества, которые пригодятся для совсем еще молодых растений. Подсыплю перлита. Он тоже не помешает. Субстрат получился легкий, рыхлый и питательный. Снизу будет у нас слой дренажа из крупного и мелкого керамзита. Заполняю теперь плошку питательным грунтом. Примеряю камни. Надо смотреть не только на их красоту, но и как они впишутся в композицию. Надо расположить их так, чтобы композиция не была плоской и на нее было приятно смотреть с любого угла. В эти отверстия или пустоты в камнях будем подсаживать растения. Вулканическая лава в виде вот такой плоской плиты тоже здесь пригодится. В этот каменистый полисадник будем сажать сансевиерию и несколько совсем молоденьких суккулентов. Начну посадку с сансевиерии. Это суккулент, очень неприхотливый, имеет вот такие заостренные кончики. Еще на его листочках узоры в виде полосочек. Ну а листики растут вот так из земли. Вообще очень красиво смотрится в интерьере. С корней уберу немного старый грунт и посажу в более питательный. И добавлю к ней вот такую коричневую лаву. Кенийский камень я установила в вертикальном положении, чтобы почерпнуть все его изгибы и природную фактуру этого камня. Второй я положу горизонтально, имитируя как бы пологую возвышенность. Такое расположение камня создает объем, в нем видны грот и щели, и укрытия. А вот эти отверстия внутри камня словно готовые посадочные ямки для юных суккулентов. Заполняем теперь рыхлым субстратом, который хорошо пропускает воздух и воду. Лишний грунт я счищаю аккуратненько кисточкой. И готовлю к посадке грабтовирию деби. Представляет она собой розетку в виде такой розочки. Листи у нее с восковым налетом, розово-сиреневого оттенка. Но пока она еще маленькая, цвет у нее не ярко выражен. Подсыпаю теперь необходимое количество грунта, выравниваю ее. Если можно так сказать, работа ювелирная, стараться делать нужно все аккуратно, чтобы ничего не повредить и не сломать. Что ж, малышка деби уютно пристроилась на каменистом склоне. С возрастом ее окрас приобретет еще более яркий оттенок. Эту круглую впадину в виде расщелины пока оставим. Пусть будет какой-то рельеф. Здесь есть также лунка большего размера, но сажать будем вот здесь. Суккулент называется Эхиверия пурпузорум. Очень компактное растение до 6 см в диаметре. Листочки у нее заостренные, треугольной формы, а цветочки оранжево-желтого окраса. И посадим в эту композицию седум буррито. Это ампельное растение. Оно стелется по земле, камням или свисает вниз. Украсим этим растением каменистые пустоты и ущелья. КОНЕЦ КОНЕЦ А сейчас оживим каменистый грот. Пусть среди этой глыбы растет нежное создание, которое защищает вот эта скалистая стена. Благодаря формам, пропорциям и структуре камня нам удалось создать небольшой ландшафт, где камни и растения гармонично дополняют друг друга. Пока на время отставим эту композицию в сторону, мы еще к ней вернемся, а сейчас формируем еще один маленький уголок природы. КОНЕЦ 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 ГРАП ГРАПТО ПИТАЛУМ БЕЛУМ обладает высокими декоративными качествами. Он имеет вот такую плоскую розетку сизо-зеленого цвета и во время цветения покрывается множеством розовых цветочков. КОНЕЦ Еще одна красавица это Эхиверия жемчужина Нюрнберга. Листочки у нее имеют разные оттенки сиреневого, голубоватого и розового. И с возрастом этот цветочек может расти на коротком стебле. Чтобы объединить цветки низкого камня и глиняной плошки делаю белую обсыпку из циолита. Друзья, мы с вами оформили две небольшие композиции. Для ландшафта использовали природные камни и растения, которые гармонично с ними сочетаются. Ну а по поводу полива надо помнить, что все суккуленты очень выносливые и они не нуждаются в частом увлажнении почвы. Зимой растения находятся в состоянии покоя, поэтому полив сокращается. Если летом и весной мы поливаем один раз в неделю, то зимой где-то один раз в три недели, а то и реже, где-то до одного раза в месяц. Еще при поливе очень важно избегать попадания воды на листья и во внутрь розетки, иначе растение будет загнивать. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной и поучаствовали в творческом процессе. Ну а я желаю вам стремиться к созданию чего-то нового и оригинального. С вами была Ольга и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok